Главврач 7-й поликлиники Ирина Нецветаева презентует проект. Планируется, что уже в феврале здесь могут проходить реабилитацию пациенты, которые переболели коронавирусом. Кислородные коктейли, физиотерапия, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж и соляная капсула. Программу для каждого перенесшего COVID-19 разработают индивидуально. Будут учитываться противопоказания. Комплекс процедур станет санаторным аналогом в шаговой доступности. Здоровье горожан уверен народный делегат, тема номер один. 2020 год сложился так, что основная тема, основной повод и вопросы, которые обсуждаются и на кухне, и у друзей, и в коллективах, это вопросы инфекции COVID-19. Поэтому получилось так, что и наша основная профессиональная деятельность, и чисто гражданская позиция тут совпали. Мы стараемся сделать всё, чтобы помощь была доступной, более качественной. И вот разработали систему реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19, потому что таких, к сожалению, в нашем районе тоже очень много людей. Для реабилитации пациентов в поликлинике есть и возможности, и ресурсы. Например, вот эта капсула – мини-аналог соляной пещеры, только для одного человека. Это простой и приятный способ укрепить иммунитет и предотвратить простуду. Полезна процедура при хронических болезнях, лорорганов и аллергиях. Такой соляной капсулы больше нет не то, чтобы в городе, но и даже в области. Сейчас мы хотим её использовать именно для лечения пациентов, перенесших в пневмонии, ассоциированные с COVID-19. Социальная политика, образование, здравоохранение – эти темы волнуют делегата Всебелорусского народного собрания в первую очередь. Однако последний вопрос по роду деятельности ближе всего. Руководит седьмой поликлиникой Ирина Ницветаева, Безмалова, 15 лет. Свой трудовой путь начинала с санитарки в больнице имени Марзона. Это громадная честь, большущая ответственность. Но я вам скажу по секрету, что это ещё исполнение моей давней-давней мечты. Я всегда интересовалась политикой, хотела быть в гуще событий. И с первого белорусского собрания 1996 года по-хорошему, не по-злому, а по-хорошему завидовала людям, которые были делегатами вот такого большущего и важного для страны форума. Вот моя мечта сбылась. Я могу не только принять участие, но и ощутить то, что для меня очень важно, ощутить атмосферу этого собрания. Поговорить с людьми в кулуарах, узнать, чем дышат представители других областей. Найти что-то важное и полезное и для меня, и для всего нашего коллектива, для города Бавруйска. Большая задача 2021-го – это цифровизация здравоохранения. Эту идею звучит и на Всебелорусском собрании. Создание единой электронной базы позволит улучшить работу медиков всей страны. Впрочем, единство в коллективе, отмечая депутат горсовета, признак успешности учреждения. Ведь не зря 2021-й назван годом народного единства. Ирина Михайловна достойный человек. Я работаю под ее началом на 15 лет. Ирина Михайловна очень требовательная. Она требует от каждого сотрудника обязательно профессионального роста, развития. Она создает одновременно и атмосферу и уюта в коллективе, и атмосферу взаимопомощи. Она всегда открыта к диалогу. Она может решить не только вопросы работы поликлиники, но и любые другие личные вопросы граждан. До проведения Всебелорусского народного собрания остается меньше трех недель. 11 и 12 февраля во Дворце Республики пройдет один из важнейших политических форумов. В белорусскую столицу приедут 2700 делегатов и приглашенных. Бобруйск будут представлять 33 избранника. Вместе им предстоит подвести итоги и наметить планы, определить, по какому пути развиваться стране дальше. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.